Добрый день всем любителям побега из Таркова. Приветствую вас на канале Тирангейминг. Сегодня поговорим про прокачку торговцев. Я уверен, что многие из вас сталкивались с проблемой, когда не хватает репутации или товарооборота для повышения заветного уровня у некоторых из них. И сейчас я расскажу вам, как быстро и просто решить эти проблемы раз и навсегда. А начнем мы с торговцев, у которых товарооборот поднять сложнее всего и далее по порядку. Грамотным решением при продаже лута торговцам будет не думать о 7-минутной выгоде и отдавать вещи, которые вам не нужны тем торгашам, с которыми вам нужно больше всего прокачать товарооборот. Это не принесет вам несколько лишних тысяч рублей сейчас, но облегчит прокачку в будущем. Например, вынесли вы допустим банку сгущенки и бежите роняя какахи продавать ее бабуле, потому что она дает за нее больше денег, чем все остальные торговцы, а именно 15714 рублей. Но будет намного лучше отдать эту сгуху егерю и получить за нее 14965 рублей. Зато прокачать товарооборот с торговцем, с которым возможно у вас возникли бы проблемы в будущем. И такая ситуация обстоит со всеми вещами в игре. Есть довольно много таких вариантов, где вы получите меньше прибыли, зато задобрите торговца. Очень рекомендую обратить на это ваше отдельное внимание. Теперь давайте поговорим более предметно. Начнем с лыжника. Идеальным вариантом было бы сначала вайпа покупать у него полезные вещи для ваших рейдов. Такие как рукоятка РК-6, синий ЛЦУ, коллиматоры, если вы их используете, крышку бастион, вепри ВПО, адарку, наушники и многое другое. Да, некоторые из этих вещей будут дороже, чем если вы допустим купите их на барахолке и тем более вынесите с рейда. Но когда вы поступаете таким образом, вам намного проще будет с товарооборотом потом. Также есть хороший лут, который вы можете продавать лыжнику, не теряя много денег. Например, глушитель гибрид 46, который перед этим можно выменить у механика на втором уровне лояльности на 4 оперативки. Если округлить, то тратите вы на это чуть меньше 40 тысяч рублей, а продаете лыжнику за 36-122 рубля. Таким образом можно довольно быстро прокачать нужную сумму. Также обратите внимание на предметы по типу свечи зажигания, печатной платы, процессора и энергосберегающей лампы. Все эти вещи стоят немного дороже на барахолке, чем вам дает за них торговец. В целом, я думаю, мне удалось показать вам картину, где вы на протяжении всего вайпа, пока качаетесь до 42 левела, думаете о том, как сэкономить ваше время с прокачкой торговцев в будущем, чтобы потом не уделять этому отдельное внимание. Конечно же, это работает и с другими торгашами. Друзья, хочу напомнить вам, что в данный момент совместно с сообществом Tarkov Game проходит розыгрыш двух стандартных изданий Таркова. Итоги которого будут подведены 7 сентября на этом канале в 6 часов вечера по Москве. Все ссылки будут сразу же под кнопкой лайка. Ну а мы продолжаем. Далее поговорим про егеря. По аналогии с примером со сгущенкой, который я рассказал вам в начале ролика, можно подбирать и другие предметы для этого торговца. Здесь уже список будет побольше. Шприц адреналина на барахолке стоит от 19 до 20 тысяч рублей. Егер же за него нам даст 18876. Гофру там можно встретить даже дешевле 14 тысяч рублей. А торговец дает нам 15. Сухое горючее можно найти от 26 тысяч рублей. Получим за него 25305. Еще забыл упомянуть, что выгодно покупать с барахолки и продавать егерю силиконовую трубку, аккумуляторную батарею и тротиловую шашку. Таких предложений конечно же намного больше. Все я вам физически не покажу. Про какие-то забуду, какие-то вообще не знаю. Да и времени много я у вас занимать не хочу. Уверен проблем с этим торговцем у вас возникнуть больше не должно. Поэтому давайте поговорим про барахольщика. Этот же господин тоже один из самых проблемных в плане товарооборота и репутации в целом по игре. Но как говорил мой дед, тиран, бабки не проблема. Поэтому сначала вайпа покупаем у него броники пака, шлема, рюкзаки и тому подобное. И продаем ему ту же самую экипировку, которую удается вынести с рейда. Ну и конечно же здесь тоже есть отличные предложения, которые помогут вам упростить задачу. Одни из самых лучших это разруска МК-3, которую на барахолке можно найти за 25 тысяч рублей. А торговец дает за нее 27. Также отличный вариант это шлем Сфера, найдете его за 46 тысяч 800 рублей. И барахольщик за него нам даст ровно ту же сумму. Также шлем ЗШ-12М можно найти от 30 тысяч, получаем за него 36. Все вещи, которые вы видите на своем экране в данный момент могут вам подойти. Даже повязка Эвейджен. Таких предложений можно найти очень много. Поэтому барахольщика можно также вычеркнуть из списка проблемных в прокачке товарооборота. Переходим к миротводцу. В прошлом видео я уже рассказал, как можно зарабатывать огромное количество денег с помощью вскрывания сейфов на тамошке. Тем самым мы автоматически прокачиваем и этого торговца довольно быстро. Для более детальной информации рекомендую посмотреть и его. А я только лишь вкратце повторю, что нам потребуется довольно большое количество долларов для убежища, заданий и для сборок хорошего эндгеймового оружия. Поэтому нам придется решать эту проблему, тратя много рублей на покупку долларов. Или же поступить поумнее. И намного выгоднее просто продавать ему те вещи, которые мы купим с барахолки. Дешевле, а получим выгодное количество долларов. Например, можно урвать тонкий ежедневник с барахолки ниже 35 тысяч рублей. И это будет довольно выгодный обмен рублей на доллары. Помимо всего прочего, ему очень выгодно сдавать большинство вещей, которые мы лутаем с тех же сейфов и картотек. И если также не забывать и с начала вайпа покупать у него нужные для ваших рейдов предметы, такие как патроны, магазины, компенсаторы, глушители, пнв и многое другое, то получится, что проблем с прокачкой этого торговца возникнуть не должно. Прапор прокачивается довольно легко. Ему мы можем сдавать ненужное оружие и патроны, которые мы выносим с рейда. В правом верхнем углу написана информация, какой уровень нужен, чтобы повысить лояльность торговца, а также какой денежный оборот необходим. Следите за этим внимательно. Кстати, оборот работает как на продажу, так и на покупку, что очень важно. Довольно часто покупаю у прапора что-то для своих рейдов. Короче говоря, с ним у меня проблем никогда не было, надеюсь и у вас тоже. Далее поговорим про бабку-бабулечку. Тут все еще проще, на данный момент это самый легкий торговец для прокачки, я думаю вы и так это знаете. Ей можно сдавать любые ценности, медикаменты и жетоны. Короче, долго на ней заострять внимание не будет. Пошли в гости к механику. Как видите у меня все еще первый левел этого торговца, но это только потому, что я еще не достиг 20 левела. Но уже имею с ним нужный оборот для поднятия. Делается он довольно легко, так как это наш братишка, который дает самую максимальную цену за оружие. И сдавать ему его очень выгодно. Если вкратце, то у меня в плане оборота денег с ним проблем не возникало. Думаю, что и у вас тоже. Я бы поставил его на третье место по легкости прокачки, после терапевта и прапора. Про то, как прокачивать товарооборот, я вам рассказал все, что знал. Теперь давайте поговорим про репутацию у торговцев. Коротко о том, как прокачивать репутацию со скупщиком. Проще всего будет бегать по картам, где есть возможность выйти с рейда на такси. Это развязка, мая, таможня и лес. Средуя эти выходы таким образом, вы сможете без труда поднять репутацию до нужного уровня. Также она бустится за убийство ЧВКшников и враждебных диких, которые проявили агрессию. Сейчас более детально по поводу репутации с другими торговцами. Репутация различается в зависимости от разных изданий игры. Поэтому у разных игроков ситуации с прокачкой, естественно, могут разниться. Большинство, конечно же, знают, что репа качается с помощью прохождения квестов. Но я заметил, что многие не уделяют нужного внимания ежедневным заданиям. Друзья мои, если ваша цель в Таркове достичь определенного уровня, неважно, открыть барахолку на 15-м, или поднять 42-й уровень, чтобы все торговцы были на короне, 50-й для тельняшки, или 55-й на капу, то в любом случае для вас ежедневные и еженедельные квесты должны быть первоочередной задачей, так как они дают вам репутацию с торговцами, опыт и много других полезных вещей, как на продажу, так и по квестам. Со временем с прокачкой вашего уровня делики начинают сыпать, ну, очень много опыта. Поэтому, если вы возьмете за привычку выполнять их в первую очередь, проблем с прокачкой и репутацией быть вообще не может. Также хочу обратить ваше отдельное внимание на возможность заменить ежедневки. И многие почему-то этой возможностью пренебрегают. Очень часто попадаются такие, от которых волосы дыбом на голове встают. Да и не только на голове. Поэтому, если вы видите, что этот квест вы вдруг не выполните, просто замените его и не жалейте денег и минус репутации, так как за выполнение следующего вы все равно получите больше и выйдете в плюс. И помните, самое главное, опыт поначалу гораздо важнее всего остального. Обычные квесты от вас никуда не убегут. Вы сможете их сделать в любой момент, когда появится свободное время для этого. А вот ежедневки пропускать я вам не рекомендую. Если заработок денег в Таркове для вас очень важный вопрос, то очень рекомендую заглянуть на этот ролик, в котором я рассказал про самые выгодные крафты убежища на данный момент. Зная эти тонкости, вы без проблем сможете заработать любое количество денег. А на этом я буду прощаться с вами. Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел данное видео до конца. Обнял-приподнял каждого из вас. И до встречи на просторах Таркова. Бойцы!